Строжайшие ограничения. Видео одного из блогеров буквально взорвало интернет-общественность. Пользователь форума на связи стал свидетелем довольно неприятного инцидента. На въезде в столицу Чувашии была остановлена фура, перевозящая продукты питания. В город машину пропускать отказались. С начала месяца в республике действуют ограничения на въезд большегрузов. Правда, распространяется оно далеко не на всех. Временный пост на въезде в город. Дальше него большегрузы без проверки не проедут. Уполномоченные работники и инспекторы ДПС определяют нагрузку на каждую ось автомобиля. Массу рассчитывают специальные весы. Для кого-то проезд Чебоксары станет платным. Каждую машину взвешиваем, высчитываем нагрузку по осям, фактическую массу полную. И после этого озвучиваем сумму пропуска. Оформляем пропуск и водитель следует дальше. Взымать плату с этой фуры работникам поста было запрещено. По словам автора видео, машина перевозила сахарный песок. Под установленные властями ограничения такие авто не попадают. Хозяин груза утверждает, что с него все равно потребовали мзду. Но почему-то ссылались инспекторы на другие документы. Хорошо. Основание требований провоза. Вы нарушаете провоз, требования провоза пищевых продуктов. Добиться внятных комментариев автору видео так и не удалось. Все это время главные герои скрываются от съемки и угрожают сломать камеру, а за публикацию ролика в интернете даже требуют заплатить баснословную сумму. Я тебе разрешение на съемку не давал. Ты мне 10 тысяч за это должен. Покажите, какие правила. За съемку. Я телезвезда. Телезвезда? Да. Ты мне должен за этот ролик 10 тысяч долларов. Ничего больше не должен. Доказать свою правоту хозяин груза пытался долго. Сотрудникам в зеленых жилетах он показывал официальные документы, ссылался на закон. Но пропускать машину в город они отказывались. В постановлении городской администрации черным по белому прописано, какие машины можно пропускать черты города, а какие нельзя. Так, один из пунктов гласит, что временное ограничение не распространяется на перевозке пищевых продуктов, животных, лекарств, топливо, семенного фонда, удобрений и почты. Список большой. Но похоже, что герои видео, которые теперь уж точно стали телезвездами, попросту об этом забыли. За кадром, утверждает блогер, осталась интересная развязка. Выяснять, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, пришлось юристу городской администрации. В конце концов, машина заехала в Чебоксары абсолютно бесплатно. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.